Многие туристы, прогуливаясь по королевскому лесу в Йоткранте, уже могли увидеть вот такое сооружение. Сразу и не поймешь, зачем на лесной опушке установлен этот странный конус. Оказывается, это ловец звуков, громадное лесное ухо. Если зайти внутрь цилиндра, можно услышать усиленные конусом звуки леса, пение птиц, шум листьев и даже подслушать звуки жизни животных. Чаще всего мы идем по лесу и абсолютно не слышим его. Кто-то разговаривает между собой, кто-то слушает музыку. А лес ведь живой, он говорит с нами. Надо просто остановиться и послушать его. Именно для этого и построен этот локатор. Надо заметить, что сама идея огромных лесных рупоров принадлежит студентам Эстонской художественной академии. В прошлом году три таких конструкции были построены ими и установлены в лесу неподалеку от Пяхнинского центра природы. Литовские умельцы строили свой рупор, используя вместо чертежа фотографии работы эстонских студентов. Получилось, судя по всему, неплохо. Этот рупор действительно усиливает звуки природы. Пользоваться им просто. Чтобы эффект был максимальным, надо зайти вовнутрь, сесть и наслаждаться звуками природы. Я думаю, это очень интересный акцент, который может стать одной из точек притяжения туристов. Пока в лесах Неринге установлен только один локатор. Работники национального парка наблюдают, понравится ли новинка туристам. Ну а если звуки леса привлекут много интересантов, подобные конструкции появятся и в других местах Курской косы. Михаил Андреянов, Первый Балтийский канал.